Он мне помог выбрать волосы. То хочется розовый яркий, то мне не хочется яркого. Подарок, как он, день рождения, какие-то варианты, что... И танцевать, и плакать хочется, да? Два часа мы кайфуем. Бусенька, пойдём домой? Ой, как же пахнет. Всем привет, мои дорогие. И теперь будете видеть меня вот такой вот светленькой девчонкой. Сегодня мы договорились с Мишей идти волосы выбирать. Кстати, что хорошо, что он сопровождает, и он как мастер знает, какие волосы хорошие, чтобы я не купила что-нибудь не того. Поэтому мы сегодня встречаемся и едем туда, где он рекомендует брать хорошие волосы по хорошей цене. Ну, волосы наращенные, я так понимаю, в принципе, хорошая цена очень относительно, да? Это кто наращивал, тот понимает, может, хорошая цена, а не хорошая, да? В целом это дорого, это очень дорого. Сами волосы по себе просто дорого. Я смотрела одно видео, какая-то девочка там говорила, за 28 тысяч рублей купила волосы, понимаете? Мне Миша сказал рассчитывать сначала тысяч на 10, потом сказал, рассчитывая тысяч на 15. Я так рассчитываю уже тысяч на 20-25, если честно. Потому что я хочу, если уж брать и делать, то хорошо. Иначе, если я что-то не доберу или сэкономлю на качестве волос, то тогда уже будет это, знаете, как бы не то. Ну, я не буду сегодня, наверное, показывать подробности, это мы уже, когда выделим отдельный день, это где-то будет через недельку, наверное, да, когда мы будем наращивать волосы. Я тогда уже расскажу о подробности, за сколько купила, покажу волосы, какие выбрала, да? Вот, сегодня просто я вам говорю, да, в планах, что может быть мы с Кристинкой еще пересечемся. На улице сейчас дождь, я любуюсь на самом деле на себя в зеркальце и светленькое, да, ну, мне нравятся ощущения. Ну, ощущения привычные, в принципе-то, да, я сама себе нравлюсь, хорошенькая. Единственное, что темненькая, как бы, ну, не пойму я еще, не пойму. Вроде бы как не так надолго ушла, как всегда, от блонда и снова к нему вернулась, да. Вот, но может быть наращивание волос, как бы, ну, блондинка-блондинка. Кардинальных, я имею в виду, что я кардинальных внутренних изменений каких-то не ощущаю. Тем более у меня, как бы, был блонд и остался блонд, просто чуть посветлее. Вот, но, в общем, я жду кардинальных ощущений и привыкания к чему-то новому, когда нарастят волосы. Но это будет в следующих видео. Сегодня мы с вами гуляем, отдыхаем. В общем, беру вас с собой, не знаю, как день пройдет. Сейчас полтретьего. У нас есть несколько часов провести с вами вместе. Хотя, каких, несколько часов с вами вместе. С вами у нас весь день и сегодня, и завтра. Так, девочки, сегодня мы с Мишей съездили. Кстати, вот он. Да, он мне помог выбрать волосы. Мы выбрали вот эти. Миш, скажи, это люкс, лакшери. Да, это люкс, это качество люкс. Здесь у нас больше 200 грамм. Мы сделаем тебе прям всю голову. Это получится где-то 400 чем-то капсул микро. Ну, короче, ты будешь у нас такая крутая. Супер-пупер, отлично. Вот, сейчас я Мише отдаю эти волосы. Мы везем их на капсуляцию. Ну, и потом мы назначим день, когда будем наращивать этот день икс. Но так как Миша занятой, у него там плотненькая запись. Да, у меня вообще жесть. Конечно, я это... Это, наверное, через пару недель. Ну, посмотрим. Да, будем на связи, посмотрим. Все, больше я их не увижу. Увижу уже потом закапсулированную. А покажи, мы отдельно капсулы еще купили. Нет, это кератин, из которого делаются капсулы. А, кератин, да. Взяли прозрачный, так как у нас... Блонди, я. Да, хочет быть блондей. А хватит? Сколько их тут штук? Ну, не хватит, да купим. Да? Ну, я думаю, ну, здесь 10 грамм. Сколько тут? Из 10 грамм, ну, должно хватить. У меня, если что, дома есть еще. Хорошо, ладно. Так, довезла Мишу сейчас до пункта его назначения. И еду скорее за малым. И пока мы ехали, разговаривали за волосы, мы думаем, что он немножко мне еще осветлит. Мы взяли светлые волосы, мы выбирали разные. Там были волосы как раз под то, что у меня сейчас. Я говорю, а что ты думаешь насчет... Даже он сказал мне сначала, что говорит, я думаю, как бы, как насчет осветлить. Я бы тебя еще осветлил чуть-чуть, сделал бы посветлее. Вот, ну, часть верхнюю, да, потому что кончики у нас уже осветлены, именно верхнюю часть я бы еще чуть-чуть присветлил. Говорю, я не против быть, если уж блонды, так можно и блонда конкретная, да, то есть, ну, вот натуральная. Натуральная спокойная, а хочется, может, что-то кричащего. Я такой человек, да, то есть я сначала натуральное хотела. Сделали натуральное, я думаю, а можно и посильнее блонда. Вот. Ну, соответственно, волосы мы выбрали прям блонд хороший, яркий такой, да. Вот, и мы можем не докрашиваться, и будет хорошо, в принципе. Он мне нарастит волосы, и там будут выглядывать эти блонды, тоже будет очень красиво, да. Вот. А можем чуть осветлить макушку. В общем, вот такая еще идея у нас пришла, что мы, возможно, еще перед наращиванием еще чуть-чуть подкрасим макушку. Вот эту вот зону чуть-чуть. Еще я планирую сделать бровки, пламинирование бровок. Говорила, да, вам. Планирую сделать массаж еще. Вот. Записалась, не записалась, не помню. С мастером разговаривала вроде бы, комплекс хочу сделать. Что еще? Короче, очень много у меня планов разных, разнообразных. Вот. Волосы вышли нифиговенько мне по цене. Короче говоря, вот так. На улице едем. Дождик у нас вот такой. Время сейчас 5 часов. Эти часы у меня на 15 минут спешат. Значит, где-то сейчас 5... 10. 5 часов 10 минут. Как раз вот поеду малыша чуть пораньше заберу. и будем с ним дома кайфовать. А, у меня же там новые для него подарочки. Точно. Все, я забрала Дейничку домой. Представляете, пока убирала сзади, посылка моя лежит вот там. Ой. Какая-то посылка лежит на полу. Я такая думаю, а что это такое? Я не знаю даже, что это такое. Представляете, я ее, видимо, взяла. А, и все. И что здесь? Здесь что-то прислали мне. Дэнни изъявил желание макароны поесть. Смотрите, как красиво тут у нас Сицилия. Пойдем, солнышко. Заходи, накормлю тебя. У-ху. В общем, зашли, сидим. Денька пошел в детскую, детская открыта. Я заказал себе картуфель с индейкой. Ему заказала его любимую макароны. Единственное, что мы собрались к друзьям ехать, а там ужин вкусный. Я не знаю, сегодня, наверное, будет обжираловка, честное слово. Я не знаю, что они там приготовили, но на всех случаях я решила поесть. Тем более, я безумно голодная сейчас. Бусинька, пойдем домой. Кисть, пойдем. Дома мультики посмотрим. Дома планшет еще и новые игры. Планшет. Но дома новые игры вообще есть. Пойдем? Да, планшет. Давай. Ой, иди по дорожке. Где твои сапожки? На. Одевай. Так, ну что, мы приехали домой. Деньке я в фикс-прессе купила вот такую штучку классную. Да? Буду там в обзоре потом показывать подробно. Нет, зая, не открываются. Что такое, не работает? Отходит что-то, да? О! Короче, вот вечно что-то. Чуть-чуть, пока Деня снова игрушкой играет здесь. Я это, уберусь, чуть-чуть приберусь. Я тут снимала. У нас тут бардак небольшой. Пока он отвлечен, полчаса есть. Мы приехали домой и решили в гости не ехать. На самом деле, у меня два раза был порыв поехать. Ну, просто у нас там... Короче, в гости собиралась ехать. Ребята готовят ужин. Там необязательная явка, да? Просто кто хочет, в гости всех приглашают. И я такая думаю, сейчас поеду, Деньку с садика возьму. Собралась. Потом думаю, так, я голодная, он голодный. Ужин будет только где-то в полдевятого. А время шесть, например, да? Я понимаю, что ни я не вытерплю голодать до этого времени. Ни Деня. Тем более, он у меня привередливый в еде. Ну, как бы, я думаю, надо покушать и нормально туда ехать. В итоге мы заехали в кафе. Плотненько покушали. И я покушала, и Деня покушал. И я опять такая думаю... У меня тогда были сомнения. Думаю, ехать, не ехать. Думаю, ну ладно, сейчас накормлю, посмотрим. В итоге сижу и думаю, нет, что-то чуйка говорит мне не ехать. То есть, не знаю, устану, или что-то мне не понравится. Или может в дороге что-то случится. Так вот всегда у меня прям чуйка такая, прям вот не хочу и все. Ну, я решила не ехать. И приехали домой. Сейчас чуть-чуть приберусь, потому что я тут снимала. У меня тут хайхуй такой. Все валяется, я еще разброс. Вот, и... Хочется так вот, сейчас время 20 минут 9-го. Хочется так спокойненько, спокойненько время провести. А еще сегодня с Мишей мы же ездили за волосами. Выбрали, долго выбирала, примеряла разные, разнообразные волосы. В итоге, ну, как бы у меня как бы и не было цели. Я вам сказала, да, ну какую сумму я рассчитываю. У меня не было цели сэкономить, честно говоря. У меня была цель выбрать хорошие волосы. Ну вот мы выбрали. И Миша даже говорит, я очень рад. Мне нравятся волосы, которые мы взяли. И что мы взяли много их. И я очень рад. И говорит, я, наверное, радуюсь больше, чем ты. Я говорю, ну, может быть, потому что я не понимаю вообще, как бы, да. Я не понимаю, сколько, какие должны быть. А ты понимаешь. И вот ему они нравятся по качеству. Они ему нравятся по объему. То есть он знает, что он с ними сделает красоту. Ну, соответственно, он радуется. А я еще не пойму, что будет. Поэтому не знаю. В общем, он забрал волосы у меня на капсуляцию. Вот. Я вам потом, когда будет отдельное видео, все покажу. И сама, на самом деле, я изучаю ролики. То есть я не просто так, знаете, там. Я изучаю, мне все нравится. Как, кто. Но пока что, честно говоря, там, не знаю, из 20 отзывов только один отзыв не очень хороший. О наращивании волос. Ну, типа, что было некомфортно, замучилась там и так далее. А, и то, эта девушка, по-моему, уже написала, что пока не нашла хорошего мастера. Вот. Ну что, мои хорошие. Все. Я умылась. Ложусь спать. Время сейчас у нас 20 минут 11. Да, когда пятница, мы с Данькой ложимся обычно позже. Я позволяю ему ложиться позже. А так мы уже 8, 8.30. Зая, выключи, пожалуйста. Дальше. 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 Вот танцы. и танцевать и плакать хочется вот так правильно в общем вы поняли у нас тут развлекательная программа перед сном как всегда в общем ложимся спать и я уже устала танцевать целый день прошу то с тобой то без тебя пляшу все мама всегда пляжа и выключить выключай все и свет иди выключай майку еще надо одеть вот она мачка все в общем мы ложимся спать и сейчас включу youtube щеки какой-нибудь интервью я очень люблю смотреть разные интервью с разными личностями известными сейчас вот мне например интересно посмотреть интервью дудя с ивангаем потому что ивангай еще когда я только начинала блогерство по моему он был в теме когда они встречались там с девочкой марьяной я и за марьяной слежу ну как слежу фолловер да я фолловер да и это но не вы не в ютубе в ютубе как-то я не знаю ролики даже значит снимает или нет я больше в инстаграме там вот ну смотрю как живет мне интересно там что-то япония все дела вот но ивангай куда-то пропал как бы какие-то слухи ходили ну мало о нем вообще говорили и тут сейчас он дает интервью спустя столько лет мне интересно где он был где пропадал какие планы в общем я только начала смотреть интервью в рио-де-жанейро не вроде встретились с людям короче интересно посмотреть это интервью что мои хорошие всем доброе утро утро я начинаю с того что я села начинать монтировать до выложила там видосы всей понимаю что скоро приедет мама и я не успеваю ничего приготовить поэтому мне нужно ускориться а самое лучшее что это просто в духовочку картошечку курочку сделать вот как я люблю уже со своим рецептом быстрым вы уже его видели поэтому вкратце здесь я его повторю это вот курочка у нас будет ножки голень до называется и картошечку я почистила сейчас я разрежу давно три-четыре части до чтобы она быстрее приготовилась выможу в свой карри соус добавлю чесночка соли у меня тут куча разных приправ а вот это же мама не пробовала вот я вот эту приправу индийскую сделаю и еще еще бы я прям чесночка вот вот этот вот чесночок короче сейчас все перемешаю вот так вот и в духовочку а сама буду монтировать как раз таки уже буду использовать вот эту соль это соль с чесночком я покупала в экспрессе и вот уже даже видите насыпала сюда а нет это с это другая это соль с перцем короче вы видели да вот я насыпала уже вот соль с чесноком полная у меня здесь вот она ее насыплю и очень удобно смотрите раз и тра тата 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 красота красота наливаем каре соус сверху, сейчас так все налью а потом буду все это дело перемешивать каре соус в принципе можно его весь уже мне очень понравилось, надо будет попрактиковать с ним еще такой взять такой сразу аромат от нее пошел ой мамочки, ничего страшного в принципе с ней не страшно переборщить ну давай еще чуть-чуть вот так даже знаете, решила взять более глубокую посуду и все сюда и здесь уже перемешивать в общем вот такая красота у нас получилась отправляем все это в духовочку ну что мои хорошие, все, я все поставила сейчас я сделаю себе кофе и теперь можно монтировать видео так что мамочка, я тебя жду с вкусным ужином так сижу монтирую, вообще поставила на 45 минут а вот осталось 2 минутки но запах пошел, аромат, думаю проверить ой, жар ой, как же пахнет запах пошел хочу проверить картошечку может быть уже в принципе и готово ну-ка так ну да, готово курица точно готова то я не сомневаюсь ой, хрустящая курка сверху обалдеть да, все готово я думаю, можно выключать выключать мама слюнки текут, да? все, вот такая красота остывает мама, кстати, не знает, что именно я приготовила на ужин я ей просто сказала, что ужин будет она такая, о, ужин будет хорошо вот, но она попробует мое фирменное одно из фирменных блюд ну что, такая красотушка получилась приступаем ну что, мои хорошие мы вышли из дома погода хора хора уже два раза заговариваюсь так, берем все в руки я немножко расслабляюсь такая погода хорошая немного ветер я совсем раздетая но Деньку одела хорошо мы сейчас едем к логопеду и уже к вечеру подъезжает мама как раз после логопеда я привезу Деньку домой вот, и она его ну, пару часов с ним поиграет и уложит спать его вот а я ну, мама дает мне вечер в субботу вечер что-нибудь поделать Кристюшка моя идет на день рождения сегодня к своей подруге вот, поэтому я ее не буду тревожить отвлекать поэтому с Кристюшкой сегодня не погуляем позвонила Леночке предложила ей в воскресенье провести вместе день отдохнуть от детей потому что мама еще в воскресенье даст мне выходной вот, посмотрим как у Лены получится или нет ну, мы иногда практикуем там, муж сидит с ребенком время проводит вот а ее отпускают погулять куда-то у меня Виталька тоже так делает Наташа отпускает гулять в караоке куда-нибудь вот потому что я считаю что мамам вообще нужен отдых да обязательно кто с ребенком проводит особенно в садик если ребенок еще не ходит проводит с утра до вечера прям мне кажется эмоциональный вот выплеск обязательно нужен поэтому Ленок еще не знает какие там планы на завтра у них семейные поэтому вечером только узнаю что да как вот а я не знаю может в кино схожу может быть надо скорее машину помыть уже в конце концов надо внутри ее помыть потому что когда я хожу на быструю мойку я внутри ее не мою если честно ну как чуть-чуть порожки проведу а тут еще Кристинка уже сок облила и вот до сих пор я езжу с этим соком пусть помоют уже я коврики нормальные постелю да уже будет более круто вот возможно я отдам дыньку и пойду может быть в кино сегодня схожу не знаю ну в караоке идти одной хотя каждый раз помните да я сяду где-нибудь сижу и думаю да вполне себе могла бы вот так и сидеть одна здесь и петь и развлекаться вот ну почему-то в последний момент думаю наверное с кем-нибудь было бы сходить веселее вот ну ладно мои хорошие ой может к сестре в гости съезжу в конце концов кстати-ка да систр моя систр уже давно не была у нее в гостях блин ой я даже ей блин нет я ей там вещи приготовила новые в подарок надо же уже не с пустыми руками ехать к весне костюмчик новый так ну лады в общем я ну как бы вы со мной не знаю что буду делать посмотрим а к друзьям же можно съездить а я могу не успеть да я не успею на общую медитацию у нас общая медитация каждый вечер идет я на нее не успеваю она в 6 часов начинается выходные дни надо ехать уже сижу тарахчу мой котенок позанимался у логопеда она опять его похвалила как всегда пришел а его сырнички ждут здесь вкусные слушай ну что мои зайки мозаики я собралась оделась сейчас еду встречаться с Ленусик Хэппи давно мы с ней не виделись хотели там прошлое или позапрошлое выходные встретиться но не получилось и в итоге вот сегодня выбрались вместе погулять по торговому центру я уже вся нарядилась у меня в гостях мама Чоли я ее как раз вчера девочке вам всем привет да приветики не подсняла моя крошечка приехала я убежала сразу потому что у меня не было времени мне нужно было это ехать по делам и как раз так все сложилось в притычок что я Деньку оставила она такая ты куда куда мира я уже вышла за порог уже лифт вызываю и думаю блин нельзя так она меня так ждала хотела что не спросить у меня я возвращаюсь три минутки думаю ну это и убежала но меня друзья подождали на целых 20 минут я опоздала представляется на общую медитацию у нас я хожу на общие практические занятия всякие вот и хожу сейчас очень редко потому что Мамачули теперь посещает нас не часто, вот, но я не обижаюсь, все нормально, она проводит время с племянницей много, а Денечка у меня ходит в садик, с утра до вечера, в принципе, я за целую неделю за ним соскучиваюсь и с удовольствием провожу с ним выходные, вот. Ну, эти выходные бабушка сама захотела приехать и говорит, ну, давайте с внуком проведу время, я говорю, ну, давай, приезжай. Вот, она вчера вечером приехала, уложила его спать и дала мне вечер погулять, но я сильно вчера не гуляла, если честно, вот, просто с друзьями посидели, поболтали, время так хорошо провели, я, в принципе, не поздно была, да, просто засидели, заболтались, я к 11 пришла, и мама уже спала, и мы в итоге не поболтали. Я привыкла раньше так ложиться, да, а сегодня утром, вот, опять я то-то делаю, то-то делаю, и вот. Как дела? Ты, у тебя день рождения скоро, ты готовишься? Морально? Да чё я готовлюсь, готовься ты. Я готова. Всё, день рождения я с тобой проведу. В четверг, в четверг у тебя день рождения, в четверг будем вместе. Всё, в четверг дынечку в садик отводишь, мы с тобой вдвоём. А у нас все болеют, у нас, фу, все болеют. Все работают. У нас все работают, да? Все работают. И всё, Виталя. Виталя работает, да чё перечислять, все работают. хорошо ты придумаешь что ты хочешь подарок как он день рождения какие-то варианты что что какие идеи мне особо ничего не нужно у меня косметика одежда как бы есть но из курток просто сейчас ну может заглянем в какой-нибудь один другой там магазин я вряд ли сомневаюсь что там сейчас будет какой-то хороший выбор именно на весну куртку но не принципиально потому что сейчас вот это чуть-чуть и уже будет тепло и у меня кардиганов полно и буду же кардиган носить вот так что из одежды ничего не нужно косметики не нужно в принципе мне ничего не нужно мне все есть мне нужно ты лучшему подарочек это ты значит я хочу время провести с тобой мы с тобой поедем в какой-нибудь торговый центр пошатаемся там где-то чуть-чуть по магазинам посидим где-то там покушаем что-нибудь вкусненько в красивом месте поболтаем пообщаемся вы будет для меня прекрасно проведенное время то я тебе без проблем подарю это мое желание я так хочу подарю свой день тебе хорошо я что-нибудь придумаю что-нибудь чтоб тебя вкусненько накормить и чего-нибудь хочу я ничего отмечать девочки не хочу никаких застольев ни гостей ничего не хочу при том что это не круглая дата это не юбилей это будний день это не выходной поэтому я просто хочу провести так время как я хочу этот день чтобы мне было хорошо хорошее настроение и в общем так и надо приятное время про рождение как дела вообще у тебя там что интересного на канале ты ведешь к нам в виду да все веду там снимаю много времени снасти провожу я из садика забираю на тренировке отвожу просто снимаешь и я сложился не нравится я снимаю да потому что мы с ним много очень интересного делаем я и часто в фикс прессе покупаю какие-нибудь такие творческие там много кстати всего для для ее возраста как раз и интересно какие-то творческие задания это заодно и обзор наверно делаешь этого я делал мы до вас на это на где-то там что-то подскажу немножечко и помогу а в основном все делает она и вот это мы снимаем все она любит поговорить она знаешь интересно садика выходим только она видит и камеру включила я говорю включила можно говорить и она говорит безумолко мне как-то один раз сделали замечание в комментариях написали зачем ребенка перебиваете я стараюсь не перебивать вот мы с ней там идем уже пол дороги прошли она даже паузы не делает она говорит говорит ну да нужен же диалог как бы надо ребенка тоже приучать диалогу она спросила послушала то то нужно до общения не настка у нас конечно вообще фантастический ребенок нам нужно будет тоже выбрать время у нас теперь получается из-за того что в садик ходим только воскресенье мы можем все вместе провести время это это если как бы родители свободны короче графики плотной работы и никак не состыкуйся все вместе вот короче говоря крошек крошкин лук моя мне надо бежать меня уже леносик хоть и ждет ну беги что тебе могу сказать ты чем будешь занимать я думаю что четверг уже не за горами сегодня у нас до четверга осталось несколько дней до вот я буду что сегодня с день вечером придешь отпустишь меня домой завтра вечером с настей уже да вот ну и помимо этого снимаю туда-сюда и уже день рождения то что-то сделать то снять то смонтировать тут все время круговерь какая-то я все время приди ли все попыху да все мои хорошие я побежала мама чоли оставляю с денечкой ссылку на ее канал я оставлю под видео смотрите спрашивайте задавайте вопросы у очень много интересного на канале такого домашнего уютного девчонки очень многие радуются что мама открыла мой канал вот и что короче у нее очень уютно и тепло на канале вот я одеваюсь побежала то ли носик ждет мама чури пока кто мои хорошие я приехала мчу к моему пупсику ленусику сейчас возьмем кофейку она меня ждет с маруськой вот по явно через прудки книги приветик ты такой ой какая тебя конфетка привязать случилось дайдить привет зелень за тетя селена соскучилась чем мой сладкий она мне говорит почему дыни нету я говорю он с бабушкой что он не расстроилась то что дыни нет мы погуляем втроем девчачьим вот составом мысли носик заказали чаек сейчас еще ждем нашу еду почему узнала ли носик оставила малышку свою вот теперь мы с ней вдвоем тут сидим 2 часа у нас есть папочка с малышкой нашей прыгает на баку до 2 часа мы кайфуем сейчас вот заказали еду он кушать проголодались так смотрите я заказала с говядиной кстати и что-то вспомнила что я заказывала с говядиной сейчас посмотрю как она будет здесь живаться целом на нормально алину сику знаете как всегда вот у друга всегда кажется вкуснее я смотрю на ее селедку под шубой любимая твоя дата связи заказываешь все время не нравится и это когда вы были на волне тоже заказать или какой большой бидон прям и как красиво все за посмотри ладно приятного аппетита зашли сейчас в зару оказывается у них отдельный вход здесь чисто для мужчин отдельный магазин вообще сделать давай хоть на друг друга посмотрим тут полный рост красотки вот она и zara new collection for some мы посмотрим чуть продают девочки короче мы поняли здесь не два магазина здесь просто маленький проходик такой в женский мы его прошли и вышли зашли в главный вход короче оказывается что здесь все все оки так померила в зари зашли кстати мужскую раздевалку потому что в женщинах спрятался уже в женском просто такая очередь нереальная смотрите какая штука мне так нравится эта новая коллекция zara или нусик нравится да и мне в перчиме да мне кажется летняя тема очень классно это бодик вообще стоит полторы тысячи мне он нравится я возьму только единственное что я сейчас проверю вот это с к нам не комфортно сидит сейчас еще эльку померю м к нет к сожалению вот какой лучше будет такой возьму я кстати на день рождения к маме могу вот так уже тусать тусить и к тебе могу также прийти смотрите в зари какая кофта кофточка курточка розовая девчонки меня по му кроет у меня то хочется розовый яркий то мне не хочется яркого но мне нравится прикольно единственное что мне не нравится из чего она сделана из какой-то плащевки мне кажется в ней душно будет я даже не знаю какая погода прорезиненная ткань как и даже не знаю какая должна быть погода чтобы ее одеть и было комфортно у нас в ростове но так в целом прикольная до 3300 стоит прикольно под мой блонд а еще длинные волосы будут вообще огонь огнище а вот девочки еще смотрите из новой коллекции жилетка прикольная ну просто вода это капюшончик вот так вот просто знаете чисто для стиля это ничего не греет особо да мне кажется такое надеюсь расстегиваем а здесь завязочки по бокам просто да как спасательный жилетик прикольненько 3000 стоит 2999 девочки смотрите линулся к себе какой политишка купила в резерве резерв премиум премиум резерв вот как я хочу себе вот эти плечики и это с к размера девчонки то есть вот задумка такие плечи классные вообще состав очень хороший 50 процентов шерсть вообще классный пальто биджак такой мне тоже очень идет или она очень хорошо в нем я от померила и убедилась лишний раз что я хочу себе хочу себе что-то подобное все мои хорошие я спешу лечу потому что мама что-то у нее там голова говорит развалилась сейчас я ее быстренько пойду за меню как говорится вот поэтому пока хах слюнусь его прощалась салфетки кстати с фикс прайса вот эти очень удобные как конфетки они даже маленькую сумочку так вот помещается лена увидела тоже говорит ой такие маленькие салфеточки не верю давай фикс прайсе продаются и губы губы сохнут сохнут я не знаю что делать извините конечно что в каждом влоге по десять тысяч раз об этом говорю просто и елена кстати говорит у нее тоже сохнут и мама говорит сохнут все говорят что напишите у кого сохнут губы каждый кто посмотрит сейчас каждый у нас сохнут губы может с погодой что-то да потому что никогда за мою жизнь я вам говорю мне так сильно не сохли губы вот и как бы люди все говорят вокруг что сохнут короче я кое-что купила зашла в золотое яблоко кое-что купила мне даже еще презентик сделали целую целую полноценную пасту я еще не раскрывала посмотрим и взяла топ черный вот это вот этими бахромами взяла час пока мыши нагреете и вот быстро вам скажу мне очень понравился я взяла эльку ленусик говорит лук говорит лучше говорит ска очень сильно обтягивает говорит лучше по свободе мне кажется и не так сильно будет рикотаж тянуться на на самом деле мой размер идеально был бы м к на м к не было поэтому я взяла эльку она в принципе хорошо сидит вот и но я объяснила ситуацию продавцу она говорит но вы можете купить эту а когда придете померите м q и тогда просто одну из них вернете одно оставите себе вот я думаю что м q потом возьму через три пять дней сказали на магазин будет она мне прям заказала в магазине вот ну и белая курточка на самом деле она классная просто на стоит 3000 и я вот думаю это скорее не жилетка она функции никакой не несет кроме как украшение если честно и вот она стоит 3000 и просто вот 3000 украшения еще надо же подобрать под что одевать и вот под эту кофту да она клёво смотрится но у меня больше таких кофт и нету да то есть только вот в сочетании вот с этой кофтой одевать ну как бы немножко знаете такое просчет как бы не знаю но если дома погляжу под что еще можно может быть я и закажу и размера вот короче все летим домой взяла молочный коктейль потому что у меня какой-то сушняк нереальный взяла вкусно любви мне нравится коктейльчики легкий такой макдональдс он очень тягучий знаете какое-то мороженое а здесь легкий прекрасно время провели селеносик но нам как всегда мало но день рождения скоро у нее мама моей 25 марта дня рождения а у ленок 27 марта день рождения они обе овны вот а у меня с овнами в принципе всегда складываются хорошие крепкие отношения именно с девочками потому что мальчиков овнов если честно я не знаю вообще что это за знак они мне никогда не попадались а если попадались то не доходило до того чтобы я узнала какой у них знак то бишь это может быть пролетом или может быть чей-то чей-то может быть муж из моих подруг ну так даже не припомню что это за знак и а вот подруги да у меня всегда даже помню у меня девочка в училище мы учились она тоже была овен по знаку и она кстати очень по энергетике похоже и на лену и на мою маму ну подходит мне прям этот знак по энергетике вот поэтому у нас с мамой так в принципе хорошо складываются отношения конечно это такие знаки огненные овен же тоже огненный по моему да или земля не помню ну короче такой немного бычок как говорится упертый конечно могут быть какие-то конфликты но мелочи все это мелочи вот едем домой я думаю сейчас если дождя не будет это я не пойму что крапает я возьму доньку мы чуть прогуляемся перед сном ну что я прибежала мама уже зачехлилась вся убежала ты без шапки я без шапки и капюшон милая тебя провожает смотри куда пока пока во воле ну все мы тогда с тобой увидимся в день рождения твой да на созвоне да и но не трогай милочку кувырок сейчас она тебя укусит дэй не трогай ее ну да не плачь ну все мама чуть давай спасибо тебе дорогая все на связи она бабуля скажи пока целовать бабуль давай целую бабулю скажи бабуля приезжай еще я буду хорошего да и ты отстанешь от нее давай давай все ну что вы дети мы и дима у нас и скучилась за мамой просто да мамушка и ты же скучился и ты рыбка заскучился идем целоваться пойдем сейчас мама разденется чуть-чуть мне можно раздеться да и вам обниматься так девочки я уложила уже денечку и вот вышла сейчас написать этом договариваюсь на завтра у меня вокал потом послезавтра у меня массаж брови я все записываюсь в общем у меня полно планов по приведению себя в порядок это будет растянуто на много влогов а потом я думаю я в одном видео все скомпоную отдельно кусочки какие-то снимаю чтобы увидели прям до после и прям все 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 конкретно что я делала ну кто-то пропустил мои влоги какие-то да потому что долго играющая будет песня хочу показать что я купила и пойду спать а умыться и спать как раз мне нужно достать из широких штанин мою шапку а вот в контакте было представляете забыла свой этот они купоны выдавали и дополнительная скидка еще пять процентов а я их забыла купон так что взяла шоколад вишню 1 вообще хотела три вкуса взять разных но купоны возьму и пойду сразу возьму три вкуса разных просто у меня кофе закончилась вообще шоколад вишня по-моему тоже вкусно так смотрите больше взяла выбирала мне карту оформили такой вроде бы на 30 процентов но то что я купила там карта не действовала там свой какой-то купила короче я девочки за 1600 1700 1679 рублей это такая мицелляр не мицелляр к а для снятия макияжа двухфазное средство двухфазное средство для снятия макияжа с глаз а на яйки вот взяла короче потому что мне понравилось мне нанесли немножечко на ручку вот и я ну поняла что что-то подобное я брала и на кассе девушка говорит подождите я вам дам комплимент игры ну давайте она мне целую пасту принесла посолить корейскую вот это наверное розовенький знак значит то что подарок интересно мелко твоя жопа тут делает интересно даже на просто посмотреть целая паста комплимента комплимент не какой-то прям паста что она делает интересно ой девочки она для чувствительных десен вообще классно пасы для чувствительных зубов и десен я как они откуда знают вообще я покупаю сенсити в себе вообще потому что у меня чувствительные ну зубы чтобы они не были чувствительны но как бы защищает вы поняли класс буду пользоваться так и еще как я вам сказала машине я купила вот этот боди у меня денька разбросал немножко вещи я уже завтра буду все это убирать пошли нет сил вот вот это боди взяла я эльку размер но м-ку заказала вот и мне очень нравится эта кофточка вот эти вот штуки вообще класс то есть на лето будет вообще я заказала на сайте там одном китайском я заказала много таких водолазка у меня будет с вот такими объемными черная черная водолазка вот с такими какими-то объемными но я не знаю просто когда ты в интернет-магазине заказываешь ты же не знаешь что тебе придет тут ты померил точно видишь знаешь тебе нравится ты хочешь это взять ты берешь да но это летняя прям конкретные вот разлетайки все этом жарко не будет я думаю и на любое мероприятие можно пойти ну класс мне короче нравится а там у меня водолазка с длинным рукавом водолазочка здесь потом платье такое же с длинным рукавом тоже под горлышко немного тоже что-то здесь и куртка такая под кожзам ну короче типа под кожанку да и тоже у нее какие-то здесь ну объемные или вот остренькие какие-то эти как господи плечи вот а летний нет не заказала поэтому я взяла но элька тоже хорошо смотрится но просто мне кажется эмка будет самый раз все мои хорошие сейчас короче все это сложу чтобы не потерять чека все такое потому что одно из них я выберу потом и все ну и вы напишите в комментариях что вам понравилось вот розовая курточка я что-то не так думаю сегодня но мы с леной поговорили она говорит на почту ты будешь носить но в плане то что она короткая говорит она такая немножко не совсем и плюс она из такого материала сделано тоже непонятно как ее носить она не греет от ветра защищает и от дождя и вот но чисто в такую погоду ну и плюс да она короткая и вот немножко непонятно короче вот а жилетка очень понравилась нам обеим но просто для красоты на никакого функционала не несет реально просто для красоты 3000 она стоит не знаю стоит ли брать под одну какую-то под две кофточки в общем не пока не нашла применение и вот так насколько много хотя она классная прям хочется взять ну подумаю все вот еще такие кстати есть белые там вот эти с воланчиком чтобы понимали есть белый все крошки мои короче я пошла умоюсь как раз таки вот этой новой мицелляр очки своей от этой и спать у меня сейчас не водостойки какой-то макияж обычная но тем не менее вообще девушка сказала что его нужно смывать сполоснуть водой но так не хочется если честно типа масло забивают поры все дела обязательно смывать вообще это средство для снятия макияж глаз но она как бы подходит и для всего лица и думаю ну так же она сказала ну то бишь для всего лица кожа да такая маслянистая как раз вот как было тогда это мне нравится но смылась все хорошо мне нравится знаете как в одно касание смывается это клёво потому что сейчас который средство я новую купила это триггер все тру-тру она так все размазывается ну вот и по-хорошему я вот пошла бы и легла бы спать вот так знаете потому что она увлажненная маслянистая все но надо смыть вот эту маслянистость прям не убирают она все равно маслянистая чё смыть то надо масло счистить что ли не пойму очень комфортно и даже мне кажется крема не нужно ну так менее стала такое конечно маслянистая но тем не менее пасту сейчас попробую на ночь глядя слушайте мне очень нравится зубная паста классная не сильно такая знаете прям мятная чтобы прям аж плохо было сладкая мята нормально пенится но мне короче нравится комфортно а мне очень нравится кожа вот что я хотел сказать кожа от этого средства очень классная даже с учетом того что я смыла все это все равно она какая-то нежная бархатистая такого то на крем на нас нанесу ночной вот в целом средства хорошая я довольна губы как обычно но ничего не помогает вообще супер сильное средство с таиланда какие-то масла суперские там супер застарелая все увлажняет но не мои губы все крышки на спокойной ночи а 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